Девушки отдыхают 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 Но это все-таки прикольно. Оно действительно очень классно смотрится. Ну и скажу, как я делала этот обруч. Этот обруч я делала, честно говоря, целый день. Ну, зараз мы того глядачам покажем, как, чтобы так не мучиться, сделать наибростейший обруч для своего образа. Так, что нам для этого потребно взагалі? Для этого нужно. Я взяла обычный обруч. То есть любые телезрительницы, девочки, могут у себя найти самый простой. Не надо для этого идти обычный. Может, даже какой-то обернутый уже тканью, лентой. Может, барковый бывает толстый обруч. Если обруч толстый, это будет как бы даже способствовать, потому что будет больше объем для приклеения цветка. Цветок будет, допустим, лежать. Ну, а, допустим, мы сегодня будем использовать даже самый обычный, можно сказать, такой метод. Это флористическая лента. Она стоит, можно сказать, относительно вообще недорого. Вот. Я ее использую, чтобы создать, допустим, перекрыть вот обычные вот эти вот зубчики. Вот. Для того, чтобы, если мы захотим просто прикрепить цветы и не используя при этом атласную ленту, как бы оставить обычный обруч, да? То есть сильно, ну, не было видно вот этих окончаний цветочков, то есть как бы вот эти переходы наши, и как мы это все, в принципе, делали. Что далее? Что еще треба? Для этого, это такие. Вот такие квітишки. Да. Квіти, главное квіти. Идут цветы, обычно, можно сказать, просиликоненые, из силикона, можно сказать, орхидеи. Они идут уже хорошо, потому что они идут с тычинкой. Это можно купить тоже десь у флористических магазинов? Обычным флористическим магазинам, если просто зайти там, где все для флориста, или, как сказать, ну, опять-таки, если бы у желания можно заказать какие-то особенные цветы. Я считаю, что из самых каких-то дорогих цветов, самых красивых, нежных, может создать любой обруч. Вот. Что касается каких-то, может, даже таких, как любой покупатель может там или телезритель купить, которые находятся в обычном магазине, да? Там, да, искусственные цветы продаются. Выбор, там, можно сказать, не сильно большой или широкий. Ну, в принципе, для проб, я думаю, опять-таки, сгодится. Но это не такие квіти, вот, как тут, так? Да, да. Тут гадиньше квіти. Это силиконовые орхидеи, опять-таки, флористические магазины, их найти можно проще. Или, опять-таки, купить просто ветку орхидеи, вот, обрезать вот эти вот соцветия, ну, цветочки сами. Вот. И при том, и после этого уже как бы пытаться как-то их туда приклеить. Лента, она по себе, как сказать, мягкая и клеящая в то же время. Мы можем оторвать, она при этом растягивается. То есть она при этом делается, можно сказать, клеящая. И, допустим, вам показать, то есть я с этой стороны ее закреплю и попробую ее замотать. При нагревании, как бы, теплорубь, пальцев, она клеится. То есть для этого просто нужно растянуть. Она меняет цвет, вы поймете, что действительно она будет тогда после этого клеить. Она удобная тема, что ее используют именно для, как сказать, допустим, и крепления, и при этом уже можно как бы отдекорировать саму проволочку. То есть идет она в цвете поднатурально, можно сказать. Е зеленый, е коричневый. То есть более построен, как ветки деревьев, листочки, стебли. То есть при этом у нас скрывают тут эти все какие-то неровности самого цветка. Или, как, допустим, я использую для выравнения поверхности, чтобы после этого, когда мы приклеим уже сами цветы, если мы захотим обернуть это лентой, лента более ровно, более как-то гладко ложилась. То есть не было таких, что надо было эти зубчики. Потому что у нас обычный обруч. То есть, и опять-таки, если я использую эту ленту, то она лучше схватится к самой же ленте, чем если брать обычную. Когда у нас есть такая готовая заготовка, обернутый обруч, что мы делаем далее? Какие, значит, дії далее? Дальше мы берем, вот я беру этот цветок, я просто выпрямляю. То есть, опять-таки, скажу, бывает там какие-то заломы в цветах, опять-таки. Конечно, если покупаете там заранее заказ, какие-то шикарные цветы, там с каких-то там поставщиков или там, не знаю, кем-то магазинов, они там, да, они будут идти и вестись как бы аккуратно, они там в идеальном состоянии, упакованы и все. Опять-таки, если покупать обычные цветы, они там где-то заломленные, где-то как бы там вроде бы неровные, их можно как просто вернуть в нормальный вид при помощи обычного кипятка, чайника. То есть мы завариваем воду, открываем крышку и паром это все как бы выравниваем. Либо у кого же есть обычный паровой тюб. То есть приводим их до ладу уже, так как мы хочем. Да, приводим их до ладу, да. Хочем ее бачить на своем обочке. Опять-таки, намечаем наш как бы образ, где мы его будем располагать, этот цветок, да. Я предлагаю сделать как бы более повседневный вариант, то есть используя при этом как бы не сильно огромные там какие-то розы, там или как весенние, обычно, ну как сказать, более нежные цветы, которые там можно как бы и одеть этот облач на каждый день. Предлагаю вариант разместить его до центра. То есть как бы он будет просто у нас сбоку, допустим, да, не сильно будут бросаться глаза, и это не будет занимать полностью объемом как-то головы, при этом он будет таким столь кричащим. Так что после этого, как мы подготовили цветы, мы будем пытаться их приклеить опять-таки тоже флористической лентой. А я взяла обычный самый клей, который можно найти в любых магазинах. Он универсальный момент. Идет он прозрачный, так запах, конечно, у него свой специфический есть, но он идет прозрачный. То есть, что-таки для этих работ надо, чтобы не было там какие-то желтые, там какие-то, как обычно, какие-то моменты. Но все-таки, конечно, для таких работ используют клеевые пистолеты, но с силиконовыми стержнями. Сегодня у нас есть вот такой клей, есть у нас лента. Что мы будем работать далее? Как мы прикрепляем эти квиты до обруча? Так, ну я же говорю, после того, как мы расправляем эти все квиты, мы отрезаем, ну, просто оторвать себе я сразу несколько кусочков этой ленты. И дальше просто уже как-то терпением буду пытаться его как-то уже прикрепить. Вот. Я ее беру, растягиваю. Сейчас, вот, ранее у вас ишел день на первый обруч. Сколько сейчас нужно витратить часу, чтобы сделать такую простую работу, ну, и больше уже сложную работу? Я скажу так. Самое простое, ну, как для меня сейчас, ну, даже бывает полчаса. Если сам куда-то там простой, ну, как бы, детский обруч, ну, хотя сказать, что детский обруч, я наоборот, как-то более щепетильно, там, больше какого-то внимания вкладываешь. Но как-то ловкость рук, я скажу, я самочка. Я не смотрела, не хотела какие-то мастер-классы, какие-то там специальные курсы. Я говорю как-то... Ну, вот, мне, самое главное, вера в себя и желание. Просто большое, огромное желание. Вречь, что там как-то это очень сложно, как-то... Да, это сложно, просто требует времени. Вот. Опять-таки, если у вас будет огромное желание сделать такой там обруч, как куда-то там киногероини, там, увидеть очередной какой-то желание, знаю, ВОК, Эль там, то сейчас все обложки кишат этим там кокошником из цветов. Вроде самые обычные, это простые какие-то там, не знаю, пионы, те же какие-то розы или те же такие орхидеи. То есть сейчас многие звезды, все какие-то там телеведущие, даже Жанна Егорова, киевская телеведущая, она не стесняется, она на каждом какого-то своему шоу, она там использует свои какие-то там обручи, понятно, она же тоже не делает, ей как бы дарят или там брать ее стилисты. Ну, я скажу, это несложно, это зависит от человека, от вашего желания. Опять-таки, вера в себя и желание быть восхитительно прекрасной. Мы уже, уже есть у нас квитка, какая прикреплена до обруча. Опять-таки, я же говорю, потому что я сделала основной каркас из флористической ленты, флористической ленты, проще говоря, вот, я опять-таки оторвала эти кусочки и попыталась прикрепить цветок данный. Это самая простая техника, можно сказать, безобидная, самая легкая, самая простая, ненавязчивая. То есть купить цветы, обруч, ленту, даже не, может, как по желанию атласную. То есть можно просто украсить обычный обруч, там пару цветков, вот, как-то там, как вы захотите, если на каждый день, можно поменьше какие-то цветочки, можно там стебельки, и, может, ну, вот из такого плана. Дякую, Юлі, за майстер-класс. Я нагадую, що головне ваше бажання та фантазія, і у вас все вийде. А з вами была программа «Я знаю, как», я ее ведущий Юлія Почеренко. Дивіться нас за каждый день. Ви дізнаєтесь багато цікавого, и с впевненістю скажете «Тепер я знаю, как». Дякую. Дякую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова